Добрый день, дорогие друзья! Это Мурленский подкаст. И по нашему внешнему виду вы легко можете догадаться, кто как учился в школе. Кто комментатор, а кто, блядь... Я тебя просил, не ругайся матом. Я специально оделся. Всё, ты официально? Всё, я постараюсь. Андрей просто под впечатлением от сериала «Слово пацана». Я не смотрел. Поэтому носит бейсболку с петухом. А что там? Ну, посмотри, раз поймёшь. А про чё там хотя бы? Просто его все рекламируют. Там про Казань конца 80-х годов. Ого. Про улицу, про всё остальное. Татарстанчики. Татарстанчики, да. Я еду в такси в Казани. В такси еду. Лысый чувак. Ну, прям видно, что ему лет 50. Такой лысый чувак из 90-х общается так, как ты любит много непонятных слов говорить. Я такой говорю, а вы смотрели «Слово пацана»? Он говорит, слушай, ну это ерунда. Я такой, ну чё, слишком жёстко показывают там? Он такой на меня смотрит. В смысле жёстко там? Вообще детский сад. У нас тут вообще было ещё жёстче. Слушай, я тоже, как же его звали там? Короче, во времена школьные был чувак, который пел, как же его? Короче, со словами такими. Кинул пацана по лицу сейчас, на! Ну вот там, да. Там, в общем, весь смысл, что если тебе дают слово пацана, то это всё железобетон. Ну да, так и было ещё. На чё ты не знал? Отвечаю. Да, отвечаю. Отвечаю. На чё отвечаешь? Да, при делах, не при делах. Ладно, всё. Наш сегодняшний выпуск последний в этом году. Последний превью. Последний в этой части сезон. В этом году последний превью. Превью больше не будет. Превью больше не будет. Какому ты курс продаёшь? Это последний день, когда можно купить курсы только по этой цели. Смотрите только этот выпуск, потому что другого в этом году не будет. Ведите по ссылке в описании. И всего лишь за 200 рублей вы можете перекинуть либо мне, либо Владу эти деньги и посмотреть этот выпуск. Да, кстати, мы все подарки подарили. Тысячу рублей Артёму ушли. Артём написал. Артём, привет. Спасибо, что смотришь. Футболку тоже разыграли. Причём футболка досталась человеку, который сейчас в Турции находится. И когда мне написали, что выиграл человек из Турции, я говорю, ну, мы зафакил, мы повсюду, как там любят болельщики говорить. Поэтому сегодня футболку подарим. Интересно, кстати, узнать историю. Надо узнать историю человека, как он подписался на наш аккаунт. Он болеет за файк, он живёт в Америке. Ну, я думаю, что да, я узнаю, потом расскажу. И, друзья, я и Андрей заметил, что сразу после розыгрыша люди стали отписываться. Спасибо большое, дорогие отписчики. Но, во-первых, у нас интересный контент. Во-вторых, скоро будет ещё приколюхи. Во-вторых, люди, которые будут заново подписываться, у них меньше вариантов выиграть маленьких. Но это, кстати, правда. Потому что никто же не говорит, что мы будем проводить розыгрыш на неделю вперёд. И вы об этом узнаете. Мы можем провести его за час. Поэтому лучше не отписывайтесь и следите за... Ссылки на наш телегу в описании. Вот тут. Всё. Или там. Бежим по ссылке в описании. Нажимаем и переходим. Поехали. Тур показывает. Тур номер 18. Самый зимний тур. Начинается он завтра матчем Локомотив-Урал. Дали три матча в субботу. И три... Ещё один должен быть, получается, семь. Какой-то матч мы пропустили. Кого мы убрали? Там, наверное, что-то в понедельник должно играться. Нет, Андрей? Может, что-то там... Мы не досчитались матчей, Андрей. Мы не досчитались. Раз, два, три, четыре. Нет, правильно. Четыре, Краснодар. Ты Балтику Рубин чуть-чуть забыл. Она у тебя там прокручена чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Балтика Рубин. Заключительный матч Туры. Получается... Один, три, четыре. Вот такая схема проведения турнира. Я тебе предлагаю сегодня и нашим... Да, я предлагаю тебе и нашим подписчикам сегодня новую забаву. Забаву? Да. А ты Балагур? А новогодние забавы. Так как в прошлый раз я угадал, что Чалов забьёт в пенальте. Я тогда Писарского угадал. Я подумал, что ну давай и теперь в эту игру поиграем. Мы не будем давать прогноз на исход матча. Мы с тобой будем... На каждую игру угадывать, кто забил? Ну, просто по два человека, кто забил. И потом, кто больше наберёт очков по количеству забитых мячей, тот и победил. Вот и всё. Ничего себе. Ничего себе. Уважаемые наши зрители. Мы вам предлагаем сделать то же самое. И тот, кто выиграет, получит от нас новогодний приз, подарок. Да, возможно. Ну, короче... Новогодний подарок. Да. Новогодний подарок. Но очень рано. Ну, то есть, в смысле, новогодний подарок, но где-то числа... Ну, вот как тур закончится, так и потом. Числа 15-го. Поехали, Андрей, убирай эту красоту. С локомотива Урал начинаем. Локомотив победил Зенит. Хотя Станислав Сухин, который теперь стал экспертом на ТВ, сказал, но это чистое красное. Ну, да, это чистое красное. Пеняемо чистое красное. Причем, знаешь, даже не столько за удар, потому что он так с подъема получился в бедро, сколько за намерение. Он не играл в мяч. Он... Я говорю за намерение. Да, он высоко поднял ногу. Он... Ну, вообще-то это не футбол. У него, Влад, ноги очень короткие. Ему, чтобы высоко поднять. Не, ну поднять-то можно любые ноги высоко. Как бы короткие они не были. А что по этой игре? Урал-Локомотив. Урал проиграл. Урал проиграл. В последнее время это такая фраза... Не, ну здесь, конечно, наверное, все-таки Урал проиграл не совсем по делу. И... Ну, хотя... Дичайший фарт Юрана. Не, не, ну не по делу. Ну, реально, ну что ты Урал играл... Это не дичайший фарт Юрана был. Это фарт Гацука был, который перед матчем обратился к болельщикам и сказал, оставайтесь до последней минуты на трибуну. Они остались и на 90-е там какой-то... Второй... Он что-то знает, думаешь? У бабки ходит, может, какой-нибудь? Да ничего он не знает. Ему текст написали, он его прочитал. Ну, и что скажешь? Вот Локомотив, вот Урал. Последнее... Я думаю, ничья. Потому что, ну, во-первых, последний матч. Во-вторых, тяжелое поле наверняка будет. В Москве обещают на всех выходных снег минус 11 и... Ну, там накрывается. Да, накрывает, понятно. Но просто Урал, кстати, неплохо сыграл, например, с тем же Краснодаром. И, может быть, им с командами, которые должны больше атаковать, играть проще. Потому что они могут убежать в какие-то контратаки и что-то там забить. Слушай, я вот сейчас думаю, знаешь, о чем? Я что-то условия не обсудил. А мы по одному человеку? Нет, по два человека с каждого матча. С разных команд или с одной? Ну, с разных команд или с одной, как ты хочешь. Это чтобы просто у тебя не было такого, что ты сейчас напишешь Дзюба и скажешь, ну, по-любому забьет Егорчев. И вот Егорчев забивает три, а Дзюба там не забивает ни одного. Ты получаешь три балла. А, то есть еще за каждый гол? За каждый гол, конечно. Прикольная? Вот это забава. Нет, тогда надо писать. Знаешь, там типа Егорчев забьет два. Вот так вот. Нет, нет, ты просто пишешь футболиста. А сколько он забьет, это уже не важно. Тебе футболист приносит баллы, а не ты. Ладно, что по игре ты скажешь? Я думаю, Локомотив завершит сезон на Магурденоте. И мы еще и так... Нет-нет, прет. Вот, прет нормально. Например, можно вспомнить из недавнего матча гол Глушенкова, а потом вспомнить когда-нибудь он вообще головой забивал вообще в этом мире. Но он из углового там или как-то мы так не выяснили, да? Ну, нет, мне кажется, не углового. Ну, понятно, что Локомотив, наверное, будет там фаворитом. Локомотив будет однозначно фаворитом. И как бы я не хотел, чтобы Урал выиграл. А ты хочешь, чтобы Урал выиграл? Ну, я хочу, чтобы Урал немножечко поднялся, как бы повыше. Потому что играют они неплохо. Я говорю, мы следим с тобой за каждой игрой этого чемпионата. И реально они не провалились так, чтобы прям жестко. Практически ни разу, знаешь, они играют, создают моменты. Но они не забивают, им тут же приведут. Ну, или бывает, что после матча у Гончаренко не находит слов на судейство, да? Ну, такие вещи, да. То есть нет провальных игр, знаешь, и они... А у тебя нет обида до сих пор на Иванова, что он тебя в свое время не позвал без просмотра в Урал? Да нет, а почему? Это же его работа. Он генеральный директор по совместительству президента всея Екатеринбургского Урала. Нет, вообще любого футбола там, насколько я знаю. Потому что Синара тоже его. Ну, там вообще, Синари он вообще сидит, представляешь? Синари, там что-то у него же жена есть, и сын, кажется, спортивный директор Урала. А жена то ли Синари рулит, ну, что-то вот в общем... Видимо, тоже в футболе. Спортивный директор, как можно стать спортивным директором? Это, знаешь, есть поговорка... А как можно стать тренером СКА, например, хоккейного? Есть поговорка. Тебе никогда не стать... Ну, условно говоря, если ты служишь где-то там, ну, работаешь там в прокуратуре, тебе никогда не стать начальником прокуратуры, потому что они начальники в прокуратуре, есть свои дети. Ну, давай, ладно, по этой игре там нету дисклифицированных, нету вроде как травмированных, все в порядке. Да, ну, нет, игра будет, кстати, интересная. Вот, и Урал, и Локомотив. Мне просто интересно, как Локомотив играть будет, знаешь? То есть, будут ли они, скажем так, прям вот... Потому что Урал-то контролировать мяч, в принципе, любит. И Локомотив может сесть и сыграть от... Так, а кто-то, ну, если... Вот, печки и... Типа, Глушенков с Пеняевым убирать будут. Ну, Глушенков, Пеняев, да Тихнезян несется там быстрее, чем все остальные впереди. Но забивал уже сколько там, шесть, по-моему. Хороший, да, Тихнезян. Вот, и мне интересно, как будет играть Глоксион. Всядет ли он на свою половину и будет надеяться на эти вот контратаки? Ну, давай, вот я сделаю так, чтобы было просто... Это что ты? Три, что это? Ну, матчи, чтобы не писать все матчи. И что, я сейчас должен буду помещаться, что ли? Номер матчи. И вот здесь я буду писать свои фамилии. А ты у себя напиши там. Давай. Я думаю, что в этой игре забьет Каштанов. Я знаю. Я думаю, что забьет Каштанов. Если, дай бог, он будет играть. И... Парам, 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 парам. Морозов. Ой, начинай. Вот такой ты, это... Давай что-нибудь интересное. Дзюба, Глушенков. Боже, какая вообще... Какая банальность. И, короче, Каштанов когда последний раз забивал? Я про Морозов вообще молчу. Он когда забивал последний раз? В факеле? Да. Ну, и что? И вот сейчас... Ну, это концовка чемпионата. Нет, короче, либо ты ходил к Ванге и что-то знаешь, но таких... Ну, Каштанов еще, ладно, куда ни шло, блин, нафиг. Но, но... Ну, какой Морозов? Влад, даю тебе шанс. Нет. Сотри. Каштанов, Морозов, шубавого воткнет. Блин, я вот Женьке потом скину видос этот, скажу, Жень, смотри, я в тебя верил, и ты забил. И что он тебе за это сделает? Ничего не сделает. Ну, он красавчик, в общем. Мы с ним общаемся. Майку, спроси у него, Майку. Я спрашивал у него Майку, когда пришел сюда факел. Так. История, комментаторская история. Я говорю, Жень, дай Майку. Он говорит, блин, Сусик попросил, я Сусику отдаю. Я говорю, ну ладно. В итоге он мне пробил Майку Карпукаса. У меня Майка Карпукаса есть. А Мороз после матча идет со своей Майкой, ищет Сусика, заходит в раздевалку, хватил туда, говорит, а где Сус? Он говорит, да он домой уже уехал давно. Я говорю, Мороз, глянь, ему нахрен твоя футболка не нужна, говорю, отдай ее мне. Ну, в итоге он его там догнал, тут в автобус ушел. Понятно. Мороз, да он красава, забьет. Мороз, мороз, красный нос. Да не забьет он ничего. Я думаю, что это будет очень тяжелая игра, и все голы мы здесь увидим только со стандарта. Думаешь? Ну, там минус 11, это очень холодно. И снег обещают. Я вот сегодня у Алисы спросил, Алиса, какая погода в Москве на неделю. Я устал от слова снег, постоянный снег. Ты знаешь, как тяжело подать стандарт, и тем более забить с него в минус 11. Я же тебе рассказывал, потому что, например, мяч ударит не очень тяжело. А если еще будет снег эти сверху, то я думаю, как раз все, вот знаешь, даже по большому счету контратаки, на которые я, в принципе, поставлю, могут и не быть. Потому что, чтобы выбежать в контратаку, надо дать длинную передачу. А дать длинную передачу очень тяжело. Ну, не то, что тяжело ударить мячу, а то, что он не летит. Понимаешь? Найки, они такие, они замораживаются очень быстро. Они адидасами играют. Адидасами играют? Найк, по-моему, международным. Желтый, красный, насколько я понял, адидас. Что, не закупили Найки, что ли? Найка, смотри, Найка, вот красный мяч Найка, он производит его только там по заказу, если у тебя есть контракт с ними. А так как Найки к нам завозят по параллельному импорту, нельзя купить по параллельному импорту красный Найк. Поэтому красные мячи, адидас. Белый может купить параллельно. Ну, потому что они в свободной продаже, а в свободной продаже нету красных Найков. Смотри, наш подкаст много нового узнаешь. Ты смотришь наш подкаст? Конечно. Мне же приходится пересматривать потом, когда... Сколько меня закрякивать надо? Я держусь, я обещал. Красава. Дальше. Суббота. Матч тура. Один из матчей тура. Опять же, все на погоду. Зависит от того, какая погода. Как ты считаешь, какой матч тура? Да нет, Спартака нет. Краснодар, ЦСКА. Да, там погода хорошая будет. 0-4. Спартак пристроился в прошлый раз. 0-4. 0-4. Кстати, тогда факел играл в Сочи. Тур был так, что... Ну, то есть тур немножко другой, потому что я помню... Ну, поменяли, я не знаю. Чуть поменяли, да. Ну, слушай, Спартак устроился в 1-0-4. Я-то себя поймал на мысли, что Абаскаль, мне кажется, знаешь... Он извинился. Ну, очевидно. Слушай, я тебя сейчас если ударю, я тоже извинился. А, пацаны не извиняются. Это опять к слову пацана, да? Слышь, я тебе скажу, что Абаскаль, мне кажется, уже не играет. Не играется, знаешь, а прикалывается. Его настолько вот эта вот... Вся шумиха вокруг команды, вся шумиха вокруг него. Весь пиар вот этот. И хейтеры, и позитив, негатив. Мне кажется, это его так вовлекло уже. И он вот постоянно что-то изображает. Извиняться потом уже не надо. Понимаешь? Ну, когда... Ну, там на эмоциях было. Давай по матчу. Вот кто, по-твоему, сейчас в лучшем состоянии подходит? Крылья или Спартак? Я думаю, в лучшем состоянии подходят крылья. Спартак очень хорошо играет дома. Они практически все-таки набирают дома. В лучшем состоянии крылья. А выиграть Спартак? Выиграть Спартак? Почему? Три причины, почему выиграть Спартак? Потому что надо реабилитироваться за Ахмат. Потому что надо реабилитироваться за 0-4. И потому что это крайняя игра сезонная. Давай, а кто из нас выиграет бутылку шампанского новогоднего покупает в другом. Ну, такую хорошую только. Какую? За 1000. За 1000 бью. Давай, давай. Какой босс, короче. Вот из этой... А, я думал, это просто по матчу. Ну, я думаю, Спартак должен выиграть все равно. Ну, я тебе три причины назвал. И самое главное, наверное, это просто закончить год на мажорной ноте. А Крыльям это особо и не надо. Они и так уже на мажорной ноте. У Крыльев не будет Костанцы играть? Не велика потеря? Ну, не согласен вообще. Ну... Это основополагающий сейчас игрок в центре полузащиты. Ну, не велика потеря, на мой взгляд. Ну, не знаю. Просто его... А кто вместо него будет играть? Да другие могут. Ну, кто? Ну, Витюгов тоже может заменить. Не так качественно, но в плане обороны... Ну, не знаю. Костанцы, мне кажется, в этом сезоне прям серьезно прибавили. Он прибавил, вопросов нет. Но там, как бы, элемент фарта присутствует. Потому что голы он забивает. Ну, там, конечно, в девятку плюнул, я ничего не говорю. Мне кажется, вот этот матч будет тот, который покажет, насколько игроки Спартака хотят, чтобы Абаскаль остался еще и на весну. Потому что, если будет какое-нибудь поражение, ну, типа 0-4 снова, то могут психануть и уже сказать, ну, извини. Ну, тогда надо ставить джики. А если, например, там Спартак выиграет, то сейчас с хорошим настроением они уходят, Абаскаль едет там в Севилью, потом возвращается и готовит команду к следующей части. Ну, сейчас еще давай по следующей части. Тут еще очень много вопросов сейчас. Наверняка будут опять искать парочку усилений Рябчука, который в итоге не адаптировался к чемпионату, куда-нибудь отправят в аренду. Но и крылья, это вот для игроков крыльев, это такая последний шанс показать себя. Это как на просмотре они будут. Да, однозначно. Игра в Москве. Контрольная игра. И придет народ смотреть на них. Кого забрать. Динамо, Локомотив, ЦСКА, я думаю. Я думаю, причем самое интересное, во время игры уже могут начаться торги на трибуне. Я помню там Писарский в прошлом году, сразу после окончания вот этой части, когда перестали играть, сразу он перешел в крылья. Ну, ты напишешь Писарский, да? Нет, давай ты пиши первый. Что, Писарский, нет? Да что-то я не знаю. Не, я знаю кто. Только не горе. Цыпченко, Шитов. Цыпченко вообще травмирован. Жалко. Так, Шитов и Крытов. Ну, тут ты конечно, ну так нельзя. Ну ладно. Почему нельзя? Соболев мало забивает. А можно, я кстати, знаешь. Ну какой-нибудь пенальти будет опять. Я про него хотел сказать. Ты пиши, говори. Его можно по-другому писать. Он о Соболев. О Соболев. О! Кстати, прикольно. Спартак провел ужин совместный. А знаешь, почему ужин? Потому что на завтрак и обед Соболев не ходит. Все за шутками. За 50 лет. Соболев и Дюба. А, Дюба, это же не в Спартаке. Точно, я забыл совсем. Соболев, Гаре. Две же, по-моему, да. Гаре. Гаре, да. Соболев, Гаре. О Соболев, точнее. А, и у Спартака не будет Игната. Жалко, что ты его не написал. Нам постоянно прилетают в комментариях, что мы не знаем, кто играет, кто не играет. Вот сейчас еще, смотрите, сейчас еще официальный сайт РПЛ информацию не дал. Я ориентируюсь на сайт Трансфермаркт. Вот оттуда беру инфу. Они, как правило, считают все правильно, но иногда ошибаются. Я слежу за этим, за всем уследить невозможно. И была когда-то, помнишь, история интересная. Ну, наверняка никто не знает. А, вот. Что ты пишешь? Следующий слез. Пока не забыл. Ну, добавь. Все. Ну, добавь. Можно я добавлю? Можно я добавлю? А кого ты хочешь? А? Можно я добавлю? Пенальти? Ну, не знаю. Может, он со стандарта каком забил. История одна интересная была по поводу вот, то, что люди говорят, что мы не следим. Капитан факел Кискири, когда вышел в первом туре за Хабаровск играть. Ну. Вот. Они сыграли игру. А потом оказалось, что он дисквалифицирован с прошлого года. То есть, понимаешь, тут подсчет. Особенно, если это красное. Ну, вот такое в локомотиве было, что там они читали. Если красное, то еще можно знать. А если желтое, какие считаются? Какие не считаются? Да, да, да. Там вот особенная история. Если чувак играл, как Якимов тогда перешел в факел, и что-то у него была одна желтая за Основу, одна желтая за ФНЛ. В итоге Хабаровск судился, по-моему, даже в кассе. Ну, и выиграли в Швейцарии. Да, выиграли. Ахмат Ростов. Ростов сыграет на нормальном газоне. Победа не знаю, чья будет. Я, наверное, все-таки поставлю на ничейный результат. Ты как подумаешь? Или ты думаешь все-таки... Я думаю, Ростов хлопнет вообще. Прям вообще дверь. Просто хлопнет вообще без вариантов. Но они же сейчас выиграли у Спартака. Они сейчас на подъеме. Да как они выиграли там? Ну, два раза к воротам подошли, два мяча забили. Там не было такого, чтобы Ахмат как-то играл. Ахмат играл хуже, чем, например, в первом матче со Спартаком, когда по нулям. На самом деле, я думаю... А Ростов злой, потому что они играли... Я думаю, как бы Ахмат не играл дома, будет хорошее судейство для Ростова в этом матче, чтобы Валерий Георгиевич больше никогда не вспоминал игру в ЦСКА. Но его, кстати, могут и дисквалифицировать. Да какая разница, дисквалифицировать. Не, ну по большому счету, кто он правду сказал? Я поставлю на... Уткин. Да. Уткин, Уткин, правила бывших работают. Акбашев. Правила бывших работают. Должно работать. А при Кеме вот так бы сейчас, если его выпустят, там, не знаю, на 20... Продлит контракт. Продлит контракт. Продлит контракт, да. Ну, не продлит, не контракт, а пребывание. Ну, останется, да. Останется в Ростове. Ну, вот Уткин и... И надо кого-то еще поставить. Ну, Осипенко ты уже написал, просто ради принципа не буду писать Осипенко. Не пиши. Пока ты думаешь, я напишу. Камличен. Канате. Камличенко. Да он вообще не играет сейчас. В этом сезоне не забил ничего. Выйдет на замену, забил. Камличенко. Блин, ладно. Либо Галенков. Галенков. Надо было написать. Ну, ладно. Написал, написал уже. Ты тоже написал, поэтому Галенкова не написал. И фиг с ним. Зенит Пари МН. Пока ты не начал писать. У нас тут теперь... Как ты... Ха-ха-ха. 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 Ну, успокойся, ё-маё. Касьера. Где я? С двумя. Да. Касьера. И... Вендал? Думаешь? Конечно. А как же этот... Сергеев? Сергеев, да. Я думаю, Вендал и... Что ты Сергеева напишешь? Конечно. Да? Ну... Конечно. Я хотел мало... Вот здесь возможно два, и вот здесь возможно два. Ты думаешь, они раскатают вообще? Я думаю, да. Вендал. 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 Какие там еще футболисты есть? Бариос классно играет. Чистяков пишет. Чистяков. Тержаков, да. Своего рода считается. А! Этот вроде приедет. Жирков приедет тоже. Жирков. Анюков. Нет. Вендал. 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 Блин. Ну, может Саветян какого-нибудь друга. Если Эта сыграет... Сейчас придется запикивать. Я охуею. Если ты сказал... Я просто понимаю, что на фразу, которая начинается у тебя со слов, ну, может быть, какой-нибудь, знаешь, мне становится уже страшно. Почему меня не пишут и запишут что-то недолго? Ну, ты его вниз подержи, потряси. У меня так же пишут. Вендал. Вендал Саветян. Ладно. Если... Я думаю, что Зенит выиграет. Ты видел? Ты запоминаешь то, что ты говоришь? Вот я запоминаю. Ну, я иногда говорю, что-то я готовлю. Что-то мне иногда в голову приходит. Может быть, какой-нибудь пенальти. Может быть. Может быть, какой-нибудь Саветян. Ну, так будет. Ну, это будет. Ну, Вендал ладно. Ну, Зенит выиграет. Сто процентов. Если... Если Зенит сейчас не выиграет. Нет. Просто в каком настроении будут бразильцы. Потому что наверняка им пообещают какие-то дополнительные там премиальные. Чтобы они уехали в Бразилию в хорошем настроении. Для начала. Начнем с того, что крыша закрывается. И будет тепло. Нет. Там вообще кайф будет играть. Будет тепло. И поэтому... Ну, кстати, в этом туре только вот московские матчи. И здесь в Воронеже будет холодно. Ну, да. Остальные там в Брозном, в Краснодаре. В Сочи. В Зенит. То есть, четыре матча вообще спокойно можно играть. В Балтике даже плюс один будет, по-моему. Ну, вообще. В Калининграде тоже кайф. То есть, вот этот разговор о переносе туры, они вообще не о чем. Ну, нет. Они как бы имеют место быть. Понимаешь? Просто если переносить, то переносить весь тур. Вот. А что переносить, если пять матчей может сыграть? Три как-нибудь сыграем. Ключевое слово как-нибудь. Вот чтобы этого как-нибудь не было. Ну, вот как не будет, мы как раз переходим к этой игре факел Динамо. Ну, потому что погода, ну, минус десять, минус двенадцать, что-то такое. Ну, прохладнее. Ну, с другой стороны, знаешь... Для газона ЦСП это хорошо. Это не локомотив, который будет играть в семь вечера, и там будет точно холоднее. Понимаешь? Это будет два часа, и если будет солнышко светить, то внутри чаши будет, как бы, достаточно хорошо, и не будет, там, десять градусов, будет меньше. Я говорю, для газона хорошо, его подморозит, может, влага лишняя уйдет. Он же подогрел, его не подморозит. Ну, влага уйдет. Если только подморозит, то это на первое время, пока команды выйдут, а потом, по мере игры... Ну, влага-то уйдет, нет, при минус одиннадцати, что, опять будет вот... Нет, нет. Я тебе говорю, смотри, корка будет. Там вообще травы практически не осталось. Нет, я тебе говорю, корка будет сверху. Типа заморожено, а под этим будет то же самое. И по мере игры все равно превратится... Ну, всю неделю, всю неделю мороз в Воронеже. Ну, подморозит, по суше станет даже. Нет, не может он стать по суше. Я специально пойду, сразу посмотрю. Если только его выключат подогрев, тогда может заморозиться, а так нет. Ладно, по игре. Динамо, последние четыре встречи, включая вот их вояж и при тебе это был еще ФНЛ, не выигрывает у Факела. То есть, вот два матча тогда Факел выиграл ФНЛ как раз. А ты был в Химках тогда или ты уже ушел? Как там? Когда Динамо вышли в РПЛ снова вернулись и Факел приехал в Химки и 1-0 их обыграл. Праздницы были и Факел их обыграл 1-0. Не понял, это когда? Когда Динамо играла ФНЛ, первый круг был здесь. Да, 2-1 выиграли. Я ушел в Тамбов и во втором круге они не выиграли. А, ну вот я тебе говорю, ты там не играл. Я в той игре не играл, я в этой игре играл. Вот об этом я тебе и говорю, что три матча они сыграли в РПЛ. 3-3. Это не в РПЛ был второй? Нет, нет, нет. А, вообще-то я пишу. За последний год. 3-3. Открытие тогда сезона здесь в Воронеже. Потом на праздник 100-летия Динамо 2-0 Факел их обыграл. И потом скучные нули вот уже приташу их. Ну и все. Бог любит, троицу хорош. Ты за Динамо, да? Не, ну я просто... Сейчас нам еще скажут, что мы пришли. Ну ты вообще белый-голубой пришел, а я-то... Ну хотя Факел тоже. Тоже голубой. Слушай, на самом деле просто симпатизирует футбол, который стоит в личке. Я тебе уже говорил. Ну в какой футбол он будет играть здесь? Вот это вот для меня загадка. На кого он будет бить вперед? Мне даже другое больше интересно. Вот правильно ты говоришь. Кого он поставит вперед? Вот кого он поставит. Ну а кого бы ты поставил вперед? Тюкавин, 100%. Тюкавин? Тюкавин в хорошей форме. Тюкавин забивает. Тюкавин нет-нет еще как нападающему фартит. Поэтому он должен играть и... И... А где, кстати, был... Я сейчас смотрю... Вот тот матч. Где был Альшин? Он тоже с тобой ушел? Он ушел, по-моему, да. Зимой тоже ушел? Да. В Балтик. Вкус. 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 По-моему, вкус. И... Вкус. Я вот здесь буду писать. Потому что сейчас... Будет на моей лице. Нет, да. Меня будет видно? Ну ладно. Видишь, меня тоже не пишут. Что, Тюкавин напишет? Да. О, Господи. Думаю, будет 0-0. Вот. Ну. Думаю, будет 0-0. Я сейчас вообще-то охренелся. Но я запишу вот так. Тюкавин. Ну. Сейчас, секунду. Можно из одной команды двух? Божен. Божен? Да, я поставлю на стандарт один. Смотри, вот сейчас ты просто... Вот я тебя предупреждаю, не ругайся матом. Понял? Я сейчас пишу две фамилии, но ты не ругайся матом. Я хотел сюда написать Бетел. Не ругайся матом. Ты обещаешь. Обещай. Обещаю. Ну, вот. Так. Дай мне свой. Ты потрясуешь? Да я чуть потрясаю. Ну, вот смотри. Мастерной. Так. Сразу проигрыш. Киркель с Кири. Да. Ты проиграл. Ты проиграл. В этом матче точно. Мастер-квер. Мастер-ши, Йома. Мастер-ши. Мастер-ши. Мастер-бол. Тяжелая игра будет для Динамо. Сто процентов. Очень тяжелая. И первый вопрос, который я задам личке. Ну, как я сейчас думаю. Вам холодное лето? Нет, нет. В какой футбол сегодня будет играть Динамо? Да они, в принципе, я же тебе говорю, со всеми командами, с которыми играли, они пытаются все равно играть. Я не скажу, что они контролируют мяч именно на своей половине. Понимаешь? Ну, вот. Они переходят туда и, честно, я говорю, я вот здесь вот хотел написать вместо Божжина Бетелла, но... Мне кажется, ему вообще крайне тяжело будет. Он, кстати, вот в этой жиже очень комфортно себя чувствует. Я тебе хочу сказать. Прям очень комфортно. В этой жиже. В смысле, я имею ввиду, в этой жиже не только которая здесь, на стадионе, а вообще вот этот новогодний, предновогодний футбол. Предновогодний футбол. Фантастический. Вот. Он себя чувствует достаточно хорошо. И... Я думаю, наверное... Ну, я Божжина поставил, потому что есть стандарты, на которые он может прийти, знаешь, и забить. В принципе, он достаточно фартовый для этого. Будут ли у факела замены? Ну... Я думаю, да. Слушай, в этой игре сто процентов. Во-первых, конечно, будет все зависеть от того, как она будет развиваться игра и насколько она будет интенсивная. Мне кажется, если бы факел пропустил от Балтики, то замены бы были. И... Ну, меня просто... Ташуев был, в принципе, ничья... Слушай, прикол. Наблюдение товарищей, которые ставят стафф. Ребят. Ребят, ставьте на ауты в Воронеже. Total больше. Всего вообще, да? Короче, чтобы ты понимал, там Total дают на Воронеж, там... Ну, опять же, я не ставлю вообще, даже не знаю, о чем это. Ну, я так понимаю, что сколько-то какая-то цифра, либо больше аутов, либо меньше. Вот. И, короче, ставят 28 аутов. А сколько аутов в Воронеже? Сколько было, как ты думаешь, Влад? Если фолов было 38, то аутов, наверное, 50 было. Ну, ё-моё, это у тебя? Это у тебя. Да, это у меня. Вот. Аут... По-моему, аутов. Это не фолов, а аутов было столько. Можно сейчас посмотреть. Ну, сколько, скажи? Ну, больше 30. Ну, 38 фолов было. Каждый раз пробивает. Каждый раз. Каждый раз. Каждый раз пробивает. Прям вот фолы 38 на две команды. Хорошая игра была. Кайф, да? Да. По одному сейву? По одному сейву. Ладно, не суть. В общем... Ну, чё, Джон Айф отбил один раз, и когда... Ну, наверное, всё-таки это не сейв гол. Ну, ладно. Что ещё по игре по этой сказать? Чё, будет очень тяжёлая игра. Да, вопрос, насколько факел даст разгуляться команде атаки. Атаки Динамо. Если не даст разгуляться, то будет легко. Вот. А если даст разгуляться и будет пропускать постоянные контратаки, как бы... Какое бы плохое поле не было, всё равно бежать по нему в атаку можно. Понимаешь? И обыгрывать, в принципе, тоже можно. Вот. Ну, просто тут всё зависит от того, насколько ты мастеровитый. И ещё, и ещё. Всё будет зависеть. Если факел первым забьёт и быстро забьёт, то им станет вообще, мне кажется, очень легко. Ну, потому что играть в контратаку легче будет. Тем более Динамо... И сразу вместо Маркова выходит, я не знаю, там Моцпан какой-нибудь. Да нет. Ну, чтобы Моцпан быстрее, Маркова бежит. Да нет. Ну, кто-то же должен поставить мяч, а не Моцпан... Сейчас Моцпан я вообще не знаю, если честно, куда его ставить. Жалко, конечно, но я... Ну, как ты любишь говорить, резко начал. На жопу стил. Да. Ну, нет, подожди. Вопрос к тренеру, как бы, тоже есть. Потому что он пришёл, человек до этого играл. Играл в составе. Ну, там же вот у него повреждение было. Я помню, как раз на игру с Сочи вышел Апаев. А Моцпан у него небольшое повреждение было. Он был на скамейке, извините. Я думаю... И вот после этого Апаев его вытеснил из состава. Я думаю, что... Ну, во-первых, я всегда говорю, что зависимо от Апаева игра Факела. А во-вторых... Ну, в последних турах мне вообще Апаев не нравится. Ну, в том смысле, что... А команда в целом нравится? Если сравнивать его, например, вот Апаева сравнивать матч со Спартаком. И там, с ССК. Да? И Апаев вот против... В последних матчах против Рубина. Ну, совсем другой. Но на него и не дают. Так ничего не забили. Так я же и говорю. Команда зависит от игры Апаева. Если он играет не очень, то команда проигрывает. Если он играет хорошо, то команда выигрывает. Я про это и говорю. Закрыть Апаева, да? Ну, закрыть Апаева, да. Но, слушай, там Скопинцев, в принципе, бежит. А Апаев слева играет. Ну, там Паршевлюк, да. В принципе, можно свалить от него. Вопрос, кто будет играть в центре обороны у Динамо. А что там восстановился этот Фернандес? Нет. Фомин хорошо сыграл. Ну, я не думаю. Я, скорее всего, Бульбуэна... Почему нет? Если Локсальт здоровый, если все нормально будет, то, я думаю, будет тот же состав. Вообще не по мне. Ну, интересно будет. И, в принципе, это вариант для развития дальнейших замен. Если вдруг с Локсальтом что-то может случиться, то... Ну, это важно, что у Динамо скамейка, ну, прям в разы сильнее, чем у Фатя. 100%. Вообще там... И Динамо тоже понимает, что сейчас, к примеру, Краснодар играет в ЦСКА, знаешь. И можно приблизиться к Краснодару. Вот. То есть, ну, я думаю... Но они и выигрывают последние несколько матчей. Правильно, забиваются у них там хорошо. Динамо на ходу. Давай дальше. Еще три игры. Три игры. Сочи, Оренбург. Вот у кого. Игра года, ё-моё. Ладно. Ну, в Сочи-то непонятно, кто там. Денис Клюев их тренирует сейчас. Да, кто-то их тренирует. Начиная с... Скажите, сентября, что... Бердыева, да? Как Бердыев ушел. Да, кто-то их тренирует там какой-то... Так, ты будешь писать? Да. Так. Мансили. Ну, да. Он же художник. Хочет куда-то уехать тоже. Мансили. О, я сейчас, знаешь, тоже... У меня сегодня будут неявные варианты. Игнатий. Там нет этих как его... Ты хочешь Дуркушичи поставить? Да. Ты хочешь спросить, дискульпцирован ли он? Да. Я не знаю. Ты у нас за статистику отвечаешь. Дуркушич. Вера Дуркушич. А, кстати, да, вернемся к матчу с Зенитом по Оренен. Там Майга не будет играть, поэтому действительно там 7-0 будет. Майга, да, я слышал, слышал. Ну, слушай, он прибавил качественно, поэтому почему нет, если... Ну, в общем, здесь вот смотри, Сочи уже без тренера. Если Сочи выиграет, Оренбург тоже без тренера будет. Или еще без тренера. Ну, понятно, я имею в виду официально у них никого нет. Ну, слушай, на самом деле, даже вот не знаю, что прогнозировать от этой игры, Оренбург играет лучше, но от Сочи можно ожидать одного всплеска такого, как они играли с... Ну, сейчас еще, вот как ты любишь говорить, надо на контракт же наиграть. То есть все футболисты сейчас понимают, что им надо показать себя, чтобы не искать потом команду. А у них, я уверен, хорошие там условия у всех. Ну, просто сейчас придет новый тренер и начнет зачистку какую-нибудь, да? Или руководство. Ну, я не думаю, что зачистка большая будет. Я думаю, что, может быть, возрастных ребят уберут просто и все. Ну, и как уберут? Ну, намекнут на то, что как бы, ну... В общем, Оренбург выиграет, мне кажется, потому что Оренбург сильнее, Оренбург лучше. И вряд ли, да, Грассия захочет заканчивать. Ну, его тоже могут попросить. Сейчас, если они проиграют Сочи, у них будет 13 очков у Сочи, у Оренбурга 14. Балтика там, если очки какие-нибудь наберет, например, ну, они же дома набирают очки, против Рубина наберут очки. Могут вообще подвинуть. И тогда начнется в Оренбурге паника. Я тебе говорю, что в этом году просто не знаешь, что вылетит. Реально, просто не знаешь. Вот, ладно. Сочи закончили, даже говорить не буду. Я знаю, что ты будешь писать дальше, поэтому я напишу первый. Чего ты напишешь? Чалов? Спиртян? Спиртян. Пенальти? И кто Чалов, пенальти? Да. Спиртян Чалов, пенальти. Так, это вот у меня шестое, седьмое вот здесь вот будет, да? Может быть, даже и закончится так, 1-1. А, Заболотный забьет? Можешь написать? Заболотный. Заболотный забьет в Краснодаре. Давай только не засыпай, а то я сейчас начну матмургаться. Алсегун? Да. Алусек. Алусек. Он просто может убежать. И у него момент-то был с Оренбургом. А ЦСКА так сидит на контроле, что просто вообще жесть. Куда он побежит? Они сидят на контроле. Оренбург тоже сидел на контроле и в итоге ошибся. Алсегун просто может где-то... Оренбург? Нет, ЦСКА в том-то и дело, что не сидит на контроле. Они отдадут мяч спокойненько и давайте играть. Пожалуйста, вот он. На-на-на. Чу-чу-чу. А Краснодар типа мяч не отдает? Нет. Краснодар любит наоборот мяч отдать. Краснодар дом неплохо играет. Да ну, они тоже не особо там... Тебе пример. Забитый гол. Слушай, вот когда будет счет 35-0 у нас после этого тура, посмотрим. Как игра закончится в Краснодар-ЦСКА? Я же сказал 1-1. 1-1? Реально так скучно? Нихера себе скучно. Она будет достаточно событийной, просто закончится 1-1. Ну, я так думаю, по крайней мере, потому что два тренера, которые разбирают команды полностью... Краснодар выиграет. Ну вот почему, скажем так. Ну, потому что играют дома, потому что последний тур, потому что они выглядят все равно... Они выглядят предпочтительно. У них больше ресурса. И вот этот матч ЦСКА с Ростовом, ну понятно, что они играли там в снегу, но все равно Краснодар-то... Они, во-первых, никуда не уезжали. Кстати, ЦСКА же тренируется в Сочи, они там привыкли тоже, может быть. Не знаю, я думаю, Краснодар выиграет, потому что для них это капец как важно, уйти на перерыв на первом месте. Они будут мотивированы просто. Я думаю, они будут играть лучше. Они вообще там будут просто уничтожать. Будут играть лучше 100%. Но мне кажется все-таки, что закончится вам ничью, потому что, я же тебе говорю, у ЦСКА тоже тренер... ЦСКА вернется за Ростов. А почему вернется? Они что, играли хуже? Или им повезло пипец как? Ну нет, ну им, конечно, повезло. Третья минута, пенальти. Ну нет, не повезло, это Махиби просто. Утким не попал. Кстати, удивительную статистику смотрел, вот сейчас только пришло. Написали на глице из Воронежа, что факел, Апаев по скорости, там, пятый, по-моему, по скорости, на поле, на этом, по скорости, а второй, по скорости, Махиби, который вообще по колям в снегу там бегал, в Москве. Нормально? Как считаешь? Ну это точно не твоя игра, Андрей. Нет, я нормально бежал что-то. Ну сколько у тебя было средней скорости? Да я не знаю. Ну не средняя на рывке сколько-то? Ну подожди, во-первых. Ну больше 30 долларов? Конечно. Во-первых, когда я бежал быстро, не было такой статистики. Ну не было всяких GPS-навигаторов и так далее. Ну понятно. Там на самом деле, вот я из того поколения, я был в Белгороде, вот. Вот он у тебя слетает, видишь? Я был в Белгороде, когда был тренер здесь, местный. Я хотел два прочерка поставить, слышишь? Я хотел прочерки поставить, правда? Но я поменяю, я что-то написал никто. А там кто-то никто играет? Где-то играет в команде. Вот, и чтоб ты понимал, у нас помощник наговаривал технико-тактические действия на диктофон. Прикольно. Типа пас. Пас поперёд. Мурнин, там пас поперёд. Мурнин, пас поперёд. Мурнин, обыгрыш неудачный. И так далее. И потом... Прикольно. Это круто. 90 минут? Хочешь, я тебе дам? Ты комментируешь матчи? Нет, ты знаешь, как вообще эта статистика ведётся? Так же сидит чудак и записывается. Ну и ладно, чудак. Мне нравится, чувак. Теперь ещё чувак, чудак, всё, чудачок вообще. Чудачка ещё вы говорите. Футболисты любят. Даку. Или никто. Ну, кстати, там в Балтике полсостава не будет. Сота получил. Да нет, я просто... Телебор жёлтых. Опять же, это вот то, что вот здесь вот я поставил божий стандарт. То есть здесь тоже. Даку очень хороший стандарт. И в игре в последней, и когда они играли с... С кем они сейчас играли? С кем они? Кто? Рубин? Динамо. Динамо. В последней игре Даку и бежал хорошо, и бил головой хорошо стандарт. То есть он... Это против Динамо, который хуже всех в обороне играет. Возможно. В чемпионате России. Ну, здесь, знаешь, он здоровый, и я думаю, что он... Но он здоровый, тот здоровый, который ещё и бежит. Удивительно, да? Да. Ну, я видел, я же тебе говорю, помнишь, разговаривали про Юрьевича, который... Он тоже так... А где он сейчас? Я не знаю. Я не знаю. Я могу, конечно, сказать, что нашёл, честно, футболиста, который альтернатива Апаева. То есть замена Апаева, если вдруг он устал. Вот кто угадает? А ты, ну, разговоры какие-то... Нет, вообще нет. Вообще не идут. Это я чисто... Ну, давай, ты нашёл альтернативу Апаева. Я его давно видел. Хотя бы две какие-нибудь зацепки люди в комментариях напишут. И подаришь что-нибудь им от себя, если они угадают. Ну, мне кажется, я не говорю, что его возьмут. Или они говорят, что они его ищут. Ты говоришь, ты смотришь футболистов, тебе этот футболист понравился. Хотя бы назови там, ну, не знаю, там, или национальность, или рост, или как ты в прошлый раз сказал. Ну, какие-нибудь два, две зацепки. Одну, можно сказать. Одну, можно сказать. Опять же, на мой взгляд. Ну, хотя бы с какого чемпиона? Он балканец. Балканец. Я сразу оговорюсь. Балканцы, это не только сербы. Это ещё и... Кто? Хорваты. Это ещё и македонцы. Македоняне, как говорили. Македоняне, да. Вот, и всякие эти народы. И у него очень интересная... Нет, это я вообще-то сейчас скажу. Что, фамилия? Имя. Имя? Да. В общем, балканец с очень интересным именем. Да, подумайте. Который поможет по своим характеристикам на Апаева. Если кто-то угадает, Муру подарит что-нибудь, не знаю, вряд ли кто-то угадает. Но это нереально, слушай. Нереально. Ну, может быть. Всё? Ну, да, я думаю, будем подводить итоги. Где будешь смотреть матч своего любимого Динамо, от которого ты так кайфуешь? Я думаю... Ну, во-первых, не мои любимые Динамо. Ты ставил перед началом чемпионата. Да, да, да. Я просто про футбол. Про футбол. Про футбол. Я буду смотреть наверняка дома, Влад. А тебе пожелаю удачи. Я заказал себе стельки. Ты же эти заказал себе. Валенки не стал покупать. Надо было, Влад. Тебе будет очень холодно. Стельки какие? Которые самонагревающиеся. Не? Валенки надо брать? Можно? Один раз. Ну, один раз давай. Это хуйня. Ничего они не подогревают, Влад. Ничего они не подогревают. Все эти стельки, я тебе говорю просто, я тот человек, который это пробовал, это херня вообще. Реально? Да, лучше надо было взять валенки и носки в идеале шерстяные. У меня есть, кстати, у меня собаки, у меня есть дома собаки. И мы отдаем, ну, делаем, ну, когда чешем, шерсть набираем и нам берут носочки. Из собачьей шерсти. Подари мне носки. Подари тебе носки из собачьей шерсти. Ни хера, две тысячи рублей. Вот она дружба называется. Друзья, еще один вопрос к вам. Как вам наша заставка? Мы очень долго там ее ждали. В итоге как-то она раз-раз родилась. Нам нравится. Нам нравится. Надеюсь, понравится и вам. А еще мы можем вот так вот. Все, всем спасибо большое. Я приучаю детей убираться. Поэтому делаю это из-за собой. И за собой тоже надо убирать. А я так, а я вообще педантичен в этом смысле. Поэтому завершать программу надо, Влад, на чистом экране. Все, счастливо. Пока. До свидания. До свидания. Так ты сказал нежно. До свидания. Нежность это мое. Свету включаю. Ну и что ты?